здравствуйте зрители здравствуйте подписчики вашему вниманию новый паяльник а что куда мир катится скоро будем газовыми паяльниками паять нет в этот раз паяльник покажу вам другой а с вот этой технологией тоже хочется вас познакомить но тоже попозже вашему вниманию скромный такой паяльник из китая очень современный и значительно дешевле аналогов вот и вся его скромная комплектуха но функций в нем очень много паяльник универсальный самое главное центровой его паяльный стержень для тонких работ одно удовольствие они могут работать от автономных источников питания а колпачок это для телемастера потому что нужно быстро бежать на следующий заказ дай бог вам всем много заказов и у меня много раз было что прожигал я что-нибудь и сумку и какие-то другие вещи потому что спешил здесь уже продумано в концепции производителя подставочка должна работать вот так паяльник может работать от 5 от 9 от 12 от 15 и от 20 вольт друзья пункт 1 пункт 2 3 4 5 6 7 8 9 и опять первый пункт для чего все это это не значит что вы будете каждый раз сюда в меню заходить вы выставите удобные себе значения а может быть по умолчанию будете использовать то есть здесь если паяльник не работает какое-то время он переходит в режим сна а перед режимом сна есть режим ожидания с определенной температурой если вы паяльник в руки взяли то температура автоматически начнет опять повышаться до того значения которое вы выставили в общем то это как бы и напрягает до такие сложности но это удобно и как сегодня в мире повестка стоит сохранение ресурсов сохранение энергии то вот чтобы лишнего паяльник не потреблял придумано что он засыпает и перестает на максимуме работать тепленький в руках а какой же он должен быть правда сейчас и жара 32 градуса но вот видите вот так сделано у меня такие переходнички полно их магазинах вы можете сделать там с разными диаметрами внутренними ну а чего вот жало от советского паяльника вот он для сравнения какие сейчас современные паяльники ну да ладно издеваться ну вот жало обычного советского паяльника паяльный стержень по инструкции медный а такую насадочку видели когда-нибудь это заводская вот так вот выпаивать микросхемы а я как-то накупил вот этих вот ремкомплектов под разный диаметр жал паяльных стержней и думал ремонтировать свои запорожские паяльники неисправные и вот сейчас используя все вот эти новые паяльнички вот это все как-то отошло в сторону ребята не дать не взять современные технологии рулят ну а кто не может купить современный паяльник а я ссылки поставлю в описании под этим роликом и в первом комментарии тот может купить вот такие ремкомплекты я тоже свет пропал у меня вот так и снимай александрович ролики а давайте с фонариком так даже красивее по моему получается а вот в свете фонаря и сам паяльничек да намного красивее надо именно с фонарем и снимать наверное все ролики вот этот блок питания для этого паяльника слабый прямо слышно ты 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 изнутри блока питания может быть здесь конечно завышенный параметры может быть он на 1 ампер но берем что-то помощнее вот например такой здесь тоже может быть и не 6 ампер но я думаю дело будет веселее ну вот это же совершенно другое дело вы видите как он набирает температуру не быстро понятно лучше какой-нибудь блок питания от ноутбука приспособить 20 вольт до 24 вольт этот паяльник максимум 24 вольта что можно применить для его питания опять у меня пылюки натянуло всякой в этом году все лето без дождя ребята пыль кругом на улице в помещениях не знаешь как от нее избавиться 326 градусов в любом случае не забываем что любой паяльничек должен быть облужен хоть и самый красивый и с таким жалом вот допустим паечка смотрите хоп вот мы поправляем пайку smd элемента то есть у кого еще такого паяльника не было можно наверное порекомендовать вы получите настоящее удовольствие от пайки таким жалом особенно если это будет первый ваш компактный компьютерный паяльник вот я вам показывал паяльную станцию принципе здесь все это тоже реализовано и компактно и компактно и повторюсь автономное питание в любом случае Т-65 ЖАВА, их много разных. Друзья, вот я же вам рекламировал такое. ЖАВА уже и такой паяльник Т-65, БС-3, вот подробнее. Смотрите, ну такая заточка, заточка, изготовление, как будто это запорожский паяльник. И припой хорошо притягивает и удерживает, и какие-то большие полигоны, широкие дорожки, да, паять очень удобно. Такой вы купите, дорогой, или вы возьмете тот, который я вам сейчас показываю, ЖАВА же сменяемые, вот здесь просто наглядно вам покажу, как они там зажимаются. Ну в этом паяльнике нужно еще винтики крутить специальным ключиком, а там просто гаечку затягиваете и все, что тоже, я скажу, очень удобно. Температуру градусов 360, и вот я сейчас из старой платы монитора попытаюсь выпаять вот этот вот электролитический конденсатор, и даже это ЖАВА, насколько оно способно там прогреть большую контактную, ну и насколько оно способно? Способно прогреть, то есть даже получается, что ножки ТДКС, а с металлическими пистонами, если подождать, вы хорошо сможете выпаивать. Ну тем, у кого опыта мало, естественно, нужно набивать руку много, выпаивать, запаивать, пробовать разные конструкции, паять. Вот так, сидеть и дыметь, вот так, ну что, неплохой паяльничек по хорошей цене. Понравился вам ролик, ставьте лайки, подписывайтесь, и будет еще много интересного. Ну а вот 19 вольт, протокол ПД сейчас, шнур подключенный тип С, и вот сейчас питание 19 вольт, естественно, прогрев значительно быстрее, я ими заряжаю и свой мобильный телефон, тут протокол ПД, протокол QC 3.0, современные протоколы. Ну и чем больше различных блоков питания у вас, конечно же, тем лучше, тем лучше ваши возможности. Красивый паяльничек, красивый. А вот, повторяю, автономное питание, вот так вот, 20 вольт, лучший вариант, но оно конечно будет падать через какое-то время, но если вы уже подготовились, сделали наборку платы, то не так уж много времени вам и нужно, чтобы запаять элементы даже при отсутствии электроэнергии. Вот, 20 вольт. Мочалочку намочили водичкой и жало будет удобно вытирать. Саму подставочку можно на двухсторонний скотч на любую более большую поверхность приклеить, ну и модернизировать, кто вам мешает. Вот эту скобу можно сделать побольше, повыше. В общем, смотрите, здесь вы можете приложить свои усилия и свое творчество. С помощью вот такого медиатора, очень тоненького, удобного, заглянем внутрь этого паяльника. Посмотрите, аккуратно расщелкиваете корпус и, может быть, изучая конструкцию данного паяльника, вы будете выдумывать что-то новое, придумывать. Сейчас другая сторона. Вот. И вот его жало. Смотрите, где защелочки. Будете знать, как разбирать. Я думаю, вряд ли, вряд ли кто-то из вас захочет сам паять такой паяльник. Он и так недорого стоит. Покупайте готовый. Пользуйтесь. Один из самых дешевых на данный момент такой конструкции. Java T65. Подробнее. Питание. И вот насколько крепко само место фиксации жало паяльника. Это тоже важно. Я думаю, многим данная информация поможет в выборе. Это новый паяльник. Недостающие элементы на платье. Их просто нет. А то можете подумать, что потерялись там, допустим, при ремонте. С другими паяльниками мне присылали вот такое BC3 и KR. Вот это самые любимые мои жало. Паять мастер-киты вот этим вот удобно вообще. BC3. Фиксация жало. В общем-то сделано хорошо, продумано. Так что ничего не сломается. И вот так назад хорошо устанавливается, защелкивается. То есть нет проблем с разборкой и сборкой. Вот так происходит подключение паяльного картриджа жало. Три защелочки с одной стороны и три с другой стороны. И здесь гаечка такая тяжеленькая, хорошая. Нету здесь экономии, чтобы фольга какая-то. Нет, ребята. Все крепко, хорошо. Ссылки в описании под этим роликом и в первом комментарии. А кстати, вот мое изобретение. Это жало 900 серии просто под гаечку. Я когда-то сделал чертеж, заказал токарю и он мне сделал вот такие заготовочки из меди. Достаточно жало согнуть и заточить под нужным углом. Такая хорошая теплоемкость у него. Треть этого паяльника точилась с вот такой настоящей медяхи. И где-то есть до сих пор. Про запас. Ничего зазорного. В этом не вижу. Я когда-то делал вот такие радиаторы для XP и КРИ светодиодов 5-ваттных. Вот понятно из чего. И отверстия сверлил, и резьбу нарезал. Хе-хе-хе-хе. Вот Александрович богатый на медь. Да, пока еще не опустился до сдачи всех своих красивых запасов. А вот на газовый паяльник насадочка. Затачиваете под нужным углом и получаете такое тонкое жало. Надевается на толстое. И паяете какие-то мелкие участки. Эта же технология работает и на обычных советских паяльниках с толстым жалом. Почему нет? Да. Спасибо. Спасибо.